Шалом Израил! Субтитры создавал DimaTorzok Наши путешествия по Грузии мы начнем с Тбилиси. Тбилиси, Тифлис, теплый источник, столица и крупнейший город Грузии, был основан в V веке. В наши дни население Тбилиси составляет более миллиона человек. Город расположен в так называемой Тбилисской котловине, протянувшись узкой полосой почти на 30 км в долине реки Куры и по прилегающим с трех сторон склоном гор. Высота над уровнем моря 380-770 метров. Старый город. В нем мало что изменилось за последние 200 лет. Гуляя по центру Тбилиси, мы обязательно должны посмотреть церковь Метехи, возле которой возвышается величественная фигура, конная статуя царя Вахтанга Горька Сали, основатель на Тбилиси. Согласно старинной легенде, однажды царь Вахтанг охотился в местных лесах. Царский сокол сразил фазана, упал вместе с ним в источник и сварился. Такой горячей была вода. Именно тогда царь решил основать здесь город и назвал его теплой Тбилиси, Тифлис. Отсюда открывается прекрасный вид на центральную часть города, да и до его окраины. Тоже на левом берегу за этим холмом расположено так называемое Тбилисское море, Тбилисское водохранилище, которое изначально строилось для водоснабжения города. Но что могло остановить Тбилисских ребятишек в летнюю жару? И, конечно же, несмотря на запреты изначально, многие начали там купаться и рыбу ловить тоже. Впоследствии, ну сейчас там одна часть берега, она действительно оборудована как пляжная зона, имеется большой аквапарк, как крытый, так и закрытый, яхт-клуб действует. Ну, действительно, для такого летнего отдыха очень хорошее место, и берег регулярно чистится. Главный храм, главный кафедральный собор в Итееце, собор Святой Троицы. Самеба в переводе с грузинского означает Троица. И это главный патриарший собор, он трехъярусный, два яруса под уровнем земли находятся. Можно спуститься как внутренними ступеньками, так и коды с нескольких сторон расположены. Строится он уже в сравнительно современное время. В 1996 году начинается строительство. В 2004-м, 23 ноября, на праздник Святого Георгия, один из обожаемых грузинами праздников, он был освящен, и с той поры как у действующих храм. Ну, и также периметр второго города, часть Левобережная, проспект Давида Ахмашенебели на том берегу, второй параллельный главный проспект нашего города, по которому нам еще предстоит проехаться и посмотреть. На вершине горы находится крепость Нарикала. Точное время ее основания неизвестно, но в IV веке она уже стояла. С ее башен открывается прекрасный вид на город. Добраться до крепости можно на фаникулере. Кстати, сам подъем оставляет неизгладимое впечатление. Я должен сказать, что когда я летел в Грузию, я вспоминал все свои ассоциации, связанные с этой страной, в которой я никогда не бывал. Динамо Тбилиси, Вахтан Кикабидзе, фильм Мимино. Но первые минуты и часы, которые я провел на этой земле, а предстоит мне еще здесь быть практически неделю, я начинаю влюбляться в нее, в этих открытых, замечательных людей, в эту вкусную еду и в старину, которая сохраняется здесь, совершенно невероятно. Я приглашаю всех посетить Грузию. Эта страна для нас с вами. В Грузии, что интересно, здесь сразу глаза бросаются, что это некое сочетание совершенно старого, причем такого сурового старого. Вот эти вот стены в скалах, монастыри, как будто сами скалы. И вдруг совершенно такие модернистские решения, вот этот хрустальный мост, за который до сих пор местные жители, насколько я понял, боготворятся Акашвили, который его построил. Как бы вот эти вот незаконченные еще объекты, арт-пространство. Вот район, кстати, под которым мы сейчас находимся, он напоминает по судьбе наш НВЦ, потому что еще 15-20 лет назад это было аварийное жилье, коммуналки, здесь можно было купить за бесценок квартиру. Кто подсуетился, купил и правильно сделал, это сейчас один из самых дорогих районов. Тбилиси, ну, как бы очень интересное место, уже, естественно, все отреставрировано, отремонтировано на каждом углу. Кафешки, галереи. И вот ощущение, вот ты приехал в Европу, да, здесь, понятно, я все время читал, мне все время рассказывали, что Грузия это страна, которая движется в сторону европейской интеграции. Здесь европейский дух на улицах, в магазинах, в вывесках, в манере поведения, в архитектуре. Вот такой же по европейскому городу, но по Грузии. Итак, район Абано-Тубани, или район серных бань, так переводится это название. Слово Абано переводится как баня, слово Убани – район. Все эти кирпичные купола, которые виднеются внизу, это наши серные бани, мы сейчас туда спустимся. А здесь на фотографии видно, как это место выглядело в 19 веке, в советское время, и до реставрации, реконструкции старого города. Ну, и вот эти две фотографии изображают такой мыльный массаж, буквально были костоправами людей. Самая старинная из дошедших до наших дней 16 века. А так, ну, здесь существовали в бане, например, во время раскопок найдена баня, которая вторым, первым веком до нашей эры датируется. Ну, это такая литография – женский день в банях, когда только женщины посещают баню, и мужчинам даже близко полагать смешанных дней не было. Ну, у мужчин в это время были свои утехи, и они музыкантов приглашали в баню, и там пир мог начаться. Давайте спустимся вниз, и там уже поподробнее расскажу про бани. Действующие бани есть, да? Да, практически все, кроме одной-двух, здесь действующие бани. Да, это сейчас частный бизнес, частные структуры, там почти нет уже этих общих номеров, то есть отдельные номера, которые… Серные бани – одна из главных достопримечательностей Тбилиси, ведь именно серным источником город обязан своим названием. Это целый квартал в старом городе, где после хождения под тбилисским улицам, музеям и крепостям можно хорошенько отдохнуть, а заодно и помыться. В городе работает десяток бани, которые различаются по степени комфорта, сервиса и, разумеется, цены. Общие залы стоят чуть менее трех долларов с человека, а отдельные апартаменты стоят от 10 до 20 долларов за час аренды. Гамар Дёба. Мои первые впечатления об этом чудесном городе Тбилиси, столице Грузии, в том, самое теплое, самое приятное. Я считаю, что вообще дружба между еврейским и грузинскими народами, которые, считай, в 26 веков не изменилась, крепнет, и мы всегда с большим, скажем так, письмом относимся к этой стране, желаем ей процветания и с удовольствием посещаем эту страну, как только появляется возможность. Эти замечательные тбилисские дворики. Мы находимся во дворе бывшего дома купца Эрести Чевчанидзе. Подъезд был разрисован приглашенными мастерами из Флоренции. На стенах, рядом с мифическими созданиями, соседствуют персонажи из поэмы легендарного произведения Шота Руставели «Витязь тигровой шкури». Сегодня это здание – национальное достояние страны. Кстати, этот дворик – один из немногих, который сохранился в своем первозданном виде. Дело в том, что в Грузии до недавнего времени не было четких законов, которые каким-то образом регламентировали бы достройки, перестройки исторических зданий. Поэтому каждый строил кто во что горастен. Большая синагога в Тбилиси. Также Сефардская или синагога евреев из Ахалцихы. Главная синагога еврейской общины Тбилиси. Она расположена в районе Старого Тбилиси, Мейдан, на улице Леселидзе, 45-47, недалеко от Иерусалимской площади. Название дано по синагоге города Ахалцихе, откуда происходят ее основатели. Первоначально она занимала в арендованное под синагогу здание, но оно было разрушено по приказу российских властей в 1899 году. Находимся мы с вами в старом городе, в центре, в самом сердце Тбилиси, где рядом с христианскими храмами расположена одна из самых старинных билисских синагог. Хотя сама нынешняя постройка, она начала 20 века, в 1904 году была построена. Синагога действующая, отреставрированная. И в этом же райончике сосредоточено множество кафе и ресторанов, где подают кошерные блюда. И также несколько магазинчиков, где также кошерные продукты можно приобрести. В 1903 году евреи Тифлиса обратились к государю-императору с просьбой разрешить строительство нового молитвенного дома. И вот через год высочайшее разрешение было получено. Здание синагоги было построено из кирпича в 1904-1913 годах на территории так называемого Армянского базара. В новой синагоге архитектор передал форму мавританско-экаллиптичную со сводчатым потолком и освещением. И тут у нас произошла неожиданная встреча. Спасибо вам. Да, наш зритель, в смысле. А, вы что-нибудь TV смотрите? Да, конечно. А ну-ка, смейте маску, скажите нам, что смотрите... Скажите, кто вы? Ваша аналитика. Я обыкновенный еврей, ну, то я. Обыкновенный еврей откуда? Из Грузии, грузинский. А зовут вас? Киви. Так, и что вы смотрите? Я смотрю вашу аналитику, ваши передачи, там, вы гостей приглашаете, там. Иногда не соглашаюсь. Иногда... Ну, смотрю. Потому что родная кровь все-таки. Ну, вообще, нравится вам, да? Конечно, нравится. Спасибо большое. Спасибо. Счастья вам. Да, вот уж никак мы не ожидали, что прихожане Тбилисской синагоги смотрят и ТОН-ТВ. Само здание синагоги имеет размеры 24,5 метра длина на 15 метров ширина и 14 метров высота и включает в себя две молитвенные комнаты. Большой молитвенный зал используется только во время шабата и важных еврейских праздников. В нем имеется отдельная галерея для женщин. Стены и потолок большого зала были расписаны в 40-х годах 20-го века геометрическими узорами, библейскими стихами и молитвами. Стены малого молитвенного зала украшены похожими, но более скромными узорами. Он используется только для ежедневных молитв и не имеет галереи для женщин. Сегодня Тбилисская синагога является центром еврейской общины города. Вокруг нее находятся кошерные еврейские магазины, рестораны. Ну а наша прогулка по Тбилиси подходит к концу. Встретимся в следующей серии. Тбилисская синагога Мелеза мена.